конец ноября на дворе мы приехали в район бутова к одному интересному человеку которую вы уже в принципе знаете по сюжету он раньше работал менеджером в автосалоне ролик есть на канале он рассказал специфику работы ролик набрал довольно таки большое количество просмотров и тогда он обронил фразу что с менеджер по продажам уходит работать войти и некоторые люди писали ты возьми у него интервью пообщайся с ним пусть он расскажет простыми словами каково это с чего он начинал в этом ролике вам донесем полезную информацию о том что такое работа в айти на сегодняшний день самое главное с ноля этот сюжет будет наиболее актуален и полезен именно потому что в дальнейшем ребята все уходит туда садитесь простыми словами максимально подробно и по существу мы вас сегодня познакомим с этой профессии будущего знакомьтесь вспоминайте лёха лёха ну тебя начали люди узнавать мне писали многие в инстаграм ватсап что блин да это же был наш менеджер он нам продавал машины и на самом деле ни один человеку серьезно тебе говорю не написал про тебя плохо что-то там обманул фигово вел себя и так далее но тем не менее я знаю то что на твоем прошлом месте работы маленько поугарали да с роличка то блин какая-то от них обратная реакция так кратенько ну как там как такового негатива не было но как бы были такие вопросы неудобные так скажем зачем тебе это было нужно там а что тебе угроз не было и серии то что ах ты лёха все мы тебе жизнь испортим не будем помогать ничего ты раньше проживал в питере вот ты переехал в москву начал жить сейчас мы находимся в районе бутова вот просто по ощущениям разные города сильно совсем прям совсем какие вот просто до твой взгляд прям первое отличие что бросается глаза что тебя удивило именно после переезда в москву ну самое наверное главное отличие которое я отметил для себя это как правило если ты находишь где-то работает у работы нужно находить очень близко к дому потому что если ты находишь даже там плюс-минус тебе пол москвы нужно проехать все два часа закладываем дорогу в питере я ездил из получается запада на восток проезжал город за 30 минут с утра вообще то есть а здесь часика 2 сейчас я уже уже будет отлично ты до этого всю жизнь можно сказать да посвящал свою автомобильному бизнесу ты работал как менеджер когда началась пандемия ты ушел точнее пошел в обучаться в сферу эти все вообще как-то к этому пришел почему ты решил попробовать себя там но это было больше как хобби то есть я когда-то учился у меня среднее образование и когда я учился у меня был язык программирования учил паскаль но как бы как и в большинстве сейчас быть обучающих так скажем заведений там очень посредственное знание то есть там на уровне вот совсем базовых там 2 плюс 2 сложите все но у тебя такие же были в принципе знания и ну эти знания фактически нулевые можно назвать так что типа знаешь учил паскаль это когда сел открыл книжку понял что нихрена себе закрыла но как бы для галочки учил это я для того чтобы вы понимали уровень с которого он зашел уровень был нулевой нулевой абсолютно я вот ну как бы я знал что как нам вывести какую-нибудь надпись на экран ну и максимум то есть но это в принципе там то что учится на первом уроке как правило каких-то языков я во время пандемии думаю ну как бы делать нечего охота тем чем-то себя занятие человек который не любит сидеть там где-то залипать и так далее да мне нужно что-то где-то ковыряться что-то узнавать и так далее и где-то подумал ну а почему мне взять вот такое хобби тем более на тот момент предлагалось очень много онлайн курсов с большой скидкой потому что это вот был локдаун и естественно все вот эти вот обучающие платформы они подсуетились и там ребята вот у нас там большую скидка покупать если купил курс там чуть ли не за 6 тысяч рублей по обучению сколько времени должно это было занять когда ты подписывался на все это дело ну там нет такого что сколько-то времени занимает то есть два типа курсов есть курсы допустим которые с ментором когда тебя человек учит прям то есть они как правило годовые то есть там программа которая гарантирует что за год ты доучишься до определенного уровня есть курсы которые просто даете доступ к учебному материалу и ты можешь на свое усмотрение учить то есть ты можешь грубо говоря весь курс пройти там за два месяца можешь весь курс и не пройти там и за год короче все тебя зависит да все от тебя за и кто не смотрел первый ролик там кратко говорили что лёха в москве осел по любви то бишь как бы не так что он приехал сюда там за работу еще зачем-то по любви кинул ликаречек здесь и находится смотри скажи пожалуйста раньше сколько времени у тебя утром занимала из дома до работы доехать в зависимости от сезона это где-то от часа до полутора то есть полтора часа в среднем туда и обратно примерно так а сегодня тебе на работу ездить не нужно я на удаленке потому что и рабочий место находится у тебя дома да вот давайте переместимся за него и прямо детально ты нам тут прям простыми словами расскажешь чего все начинается за что там платят денег сколько платят денег войти много ли там дураков реально ли это все сложно ли это все легко мы попробуем эту тему сейчас разобрать пойдем тебе пойдем обо всем этом поговорим и вот вам живой пример алексей до 29 лет работал активным менеджером по продажам но в последний год когда началась вся эта история с коронавирусом удаленочка начал изучать новую профессию на сегодняшний день ушел с одной работы который ему дико нравилось но нашел для себя новую перспективную работу и на сегодняшний день он уже прошел обучение у него уже активная практика и самое главное у него уже есть оклад он зарабатывает деньги и дальше только больше и вот здесь как нигде кстати будет отличным напомнить вам что учиться никогда не поздно и на помощь нам приходят ребята из skill factory это онлайн школа которая специализируется именно на эти профессиях а среди всех языков программирования самым востребованным и самым распространенным является джава джава используется везде озон сбер нетфликс все эти и многие другие приложения созданы именно на джаве а для android телефонов вообще почти все приложения создаются на джава skill factory программа обучения на джаве предполагает трудоустройство начиная со второй половины курса и помощь с подготовкой к собеседованием уже во время обучения карьерный центр skill factory поможет грамотно вам составить резюме и самое главное подберет вакансии в компаниях партнеров даже если ты сейчас совсем новичок то через семь месяцев ты уже сможешь работать а через 14 месяцев ты уже сможешь разбираться в джаве как своем родном языке при условии внимания ребята если ты хочешь обучаться и хочешь получать новую информацию не так что семь месяцев прошло и ты уже все знаешь 14 прошло и ты профессионал любая наука требует в первую очередь от тебя желание впитывать знания вдумайтесь что вас ждет в skill factory все обучение через практику за курсы вы сделаете более 50 небольших и 7 крупных проектов каждую неделю более 20 задач и тренажеров для развития навыков регулярные интерактивные вебинары а также консультации у экспертов джава в любой момент обучения 20 процентов теории и 80 процентов эта практика если вы еще сомневаетесь стоит ли вам проходить обучение переходить по ссылочке в описании пожалуйста посмотрите какие зарплаты предлагают для разработчиков джавой самое главное задумайтесь что будет завтра что будет в будущем нужно ли будет ваша профессия или все-таки все будет уходить в интернет ну и самое приятное в период черной пятницы в skill factory стартует супер распродажа по моему промокоду дима машков вы получите скидку аж 50 процентов переходите по ссылочке в описании и успейте приобрести курс по самой выгодной цене друзья не бойтесь меняться не бойтесь учиться и получать новые профессии ведь в будущем это вам пригодится skill factory сделает ваше будущее светлее и надежнее я вам сделаю небольшую зарисовочку в этом сюжете на тему поразмышлять что нас ждет дальше мы с вами перемещаемся в автомобиль и сейчас мы передвигаемся по району царицыно я вам покажу некоторые кадры из метро из магазина с такой подводкой вот смотрите 2000 году я поступаю в университет когда раньше я спускался вот в этот метрополитен в час пик по утрам когда все отправляются на учебу работу здесь конечно же были километровые очереди которые но и раз выходили даже на улицу а вот эти вот как их правильно назвать банкоматы в которых можно купить карты когда-то их не было вообще потом появлялся один-второй и никто ими не пользовался потому что было вот так же удобнее подойти купить у человека но все жаловались мол очередь блин все так долго сейчас вот вы посмотрите сколько этих банкоматов и самое главное последние там 3-4 года я не понимаю кто вообще покупает карты еще у этих операторов когда можно подойти все мы пользуемся картами приложи у тебя открывается метрополитен при этом ты еще скидку получаешь чему это человеческий труд уже становится не так востребован по-хорошему там год-два все кассиры будут не нужны можно купить все самостоятельно мы заходим с вами в пятерочку везде из пятерочки рабочие места точно также срезают касс становится меньше людей до сотрудников становится меньше появляются кассы самообслуживание вы можете сказать но это круто ведь всем нам надоел это люда приди сбей надо заново пересчитать человек отказался сам факт того что человеческих мест становится меньше то же самое с большими магазинами типа ашана в москве уже появились магазина куда ты заходишь считывается если не ошибаюсь твой qr-код который привязан к твоему номеру счета ты ходишь по магазину собираешь продукты кассиров нет вообще тебе пробивать ничего не нужно ты просто выходишь из магазина и у тебя с карты списывается ровно та сумма на которую ты набрал продуктов к чему я это веду рабочих мест становится меньше куда эти люди пойдут в дальнейшем да если мы посмотрим по миру в дубае метро без машиниста в дубае там в других странах уже запускают такси без водителя приезжает машина там шаттл садишься и он тебя сам везет в америке говорят уже есть дальнобои которые там под несколько тысяч миль проехали беспилотники привозят товары это здорово это прикольно это будущее но куда пойдут работать вот эти люди которые занимали простые должности рабочие вот это хороший вопрос на самом деле есть и так задуматься когда я еще там в семнадцатом году ездил на завод шел у нас про это есть отдельный ролик мне тогда казалось когда я ехал что мы сейчас приедем завод там какая-то движуха я зашел там тишина ездит роботы люди были в на самой финальной точке где уже нужно вот взять поставить запаковать передвину то есть простейший труд это нам уже тогда люди говорили руководство что в целом они тоже уже не нужны что в дальнейшем их тоже можно будет заменить таким образом завод когда-то мог там давай там 500 рабочих мест сейчас 50 это будет за глаза куда пойдут остальные работать все будут делать роботы соответственно друзья вот об этом иной раз начинаешь думать и страшно становится потому что в дальнейшем вот именно то будущее светлое а светлое ли оно когда все становится онлайн когда тебе не нужны люди где простой человек с простой специальностью рабочий будет работать вот подумайте об этом на досуге и мы с вами перемещаемся в квартиру к лёхе лёха проживает здесь с девушкой и два кота чуть позже я вам покажу одного вы просто офигеете однокомнатная квартира где у тебя есть твое от полноценное рабочее место вот так это все выглядит лёх компьютер клавиатура у меня складывается впечатление что это нечто игровое и ты здесь не работаешь а знаешь эти танки рубаешься без конца расскажи кратенько про оборудование сколько это стоит и какой вообще компьютер на сегодняшний день нужен вот именно по деньгам чтобы можно было зарабатывать на нем ровно так как зарабатываешь с начального уровня суши ноут я брал запасом я не знаю сочтут ли за рекламу это acer nitro 5 в принципе он стоил почти сотку я убрал кредит то есть я за него прям платил кредит первый год потому что на тот момент не было ну как были но не хотелось бы просто столько денег сразу морозить да морозить в этот самый ноут тем более потом видишь были какие-то закрытия на локдаун и так далее да это помогло мне как раз таки как-то свои расходы несколько скорректировать сегодня сколько такой компьютер стоит примерно так же стоит 180 90 тысяч 100 тысяч компьютер раз вот эта штучка для того чтобы охлаждать это да это 1200 рублей клавиатура мне подарили клавиатура стоит шестерку объясню почему клавиатуру вообще взял и почему допустим мышки где как ты заметил клавиатура вот это щелкает но она удобная она удобная в плане того чтобы набирать код и в принципе ну как бы также и мышка удобная для того чтобы для работы но если у тебя рядом спит человек на кровати поэтому вторая мышка беззвучная лайфхак клавиатура здесь она соответственно тоже намного тише то есть соответственно если человек спит вот эти вот вот это оборудование убирается ноут придвигается сюда и мы работаем беззвучном режиме поняли вот на самом деле да казалось бы мелочь а уже такая тонкости наблюдения смотри у тебя также я вижу есть принтер ну и несколько буквально бумажек для того чтобы что-то записывать но самое основное у тебя вот это рабочее место правильно да и теоретически я могу предположить что если ты захотел куда-то уехать ну например там в отпуск девушку это поехали в турцию поехали она плавает в море загорает а ты сидишь в номере где есть интернет и тебе достаточно иметь ноутбук правильно собой если для того чтобы ты точно так же мог работать то бишь ты не привязан к этому месту не вот это для тебя как классно прикольно или же ты уже больше месяца правил работаешь тебе нет желания в офис куда-то приехать там общение человеческое или вот так вообще классно общение зум skype teams то есть все виртуально то есть в эти сфере называется метапы да то есть именно встречи так называемый ну обычно это просто созвонились грубые в зуме и пообщались я пользовался тем что я могу работать не только отсюда было несколько поездок в питер которые я естественно согласовывал с руководством то есть я говорил так и так я говорю ребят там я поеду в питер в рамках рабочего времени я присутствую все хорошо то есть там все свои там с девяти как бы до шести я как бы онлайн вот дальше соответственно я уже в питере занимался там своими делами то есть там съездил к родным туда-сюда и так далее а вот допустим на сегодняшний день все эти планшеты айпэды на андроиде есть планшеты он не может заменить полноценную работу компьютер ну то бишь я пошел например куда-то взял с собой планшет и короче иду по парку сам ты в планшет работы так там нельзя слушай ну смотря для чего смотря чем ты занимаешься в эти очень много направлений то есть есть направление разработки да это вот то что все как раз таки знают это программист который сидит пишет код у него там соответственно пишет программу она в конце собственно работает и все такое есть тестировщики которые то чтобы вот программист написал они должны тестировать оставить свою резолюцию проверить там на наличие багов там наличие так скажем каких-то неисправностей чтобы это можно было до сдачи заказчику все это дело поправить и после этого уже как бы получать за этот проект маленькие деньги есть опять же допустим game gave да это то это люди которые разрабатывают игры там есть куча народу там есть дизайнеры там есть люди которые придумывают сюжет придумывают грубо говоря там сам движок и так далее там очень много всего то есть именно профессии много разных к примеру планшет может как раз таки вот на планшетах в основном дизайнеры что-то рисую да какую какие-то зарисовки и так далее допустим там в том же каком-нибудь ведьмаке там раскадровку сцен естественно она пишется на планшете, то есть, а после этого уже она реализуется в 3D-мире. То есть, и в принципе, здесь зависит от того, чем ты хочешь заниматься. Для этого уже нужно, можно погуглить, что нужно там, я хочу быть разработчиком, что мне нужно. Миллион статей, опять же, в гугле, там, с чего начать, что лучше купить и так далее, там, компьютер либо ноутбук. Всю информацию, которую я брал на момент, когда я захотел туда пойти, я брал только из интернета. То есть, у меня не было там знакомых, которых, в принципе, можно было спросить, там, слушай, а с чего начать? То есть, я вот, окей, гугл и поехали. Вот максимально простыми словами, когда ты решил то, что хочешь пойти работать в IT, ты сказал, что у тебя были нулевые знания, у тебя было только желание. Вот ты начинаешь обучаться. Можешь объяснить вообще, с чего все начинается, какая основная задача, даже на примере непосредственно той профессии, которой ты владеешь сейчас. Чем ты занимаешься, вот расскажи вот это, чтобы вот человеку, который сидит, как я, я вообще ни хрена не понимаю, чтобы мне было понятно, что нужно выучить, что нужно делать и сколько уже в конце, мы поговорим, за это плюс-минус платят. Ну, смотри, с чего я начал, эта мысль закралась ко мне уже после того, как я поучил немножко джаву, я так подумал, думаю, а почему бы не попробовать вообще посмотреть, как искать работу в этом направлении. И первое, с чего я начал, это, естественно, зашел на всем известный сайт по поиску работы и ввел просто там джава-стажер, грубо говоря, там, разработчик. Потому что я на тот момент не знал, что есть там очень много разных профессий в IT, и для меня было, ну, все программисты и программисты, там, джава-программист, окей. Открыл просто там несколько вакансий и посмотрел, что в них совпадает, то есть, что нужно выучить для того, чтобы хотя бы на должность стажера тебя взяли. Хотя из этого уже я сформировал себе, то есть, выписал прямо на листочек, что нужно знать вот это, вот это, вот это и вот это. То есть, и, в принципе, после этого начал уже учиться. То есть, понятное дело, что там был, естественно, язык джава, который я должен был знать. Он уже, в принципе, был в процессе изучения. Но помимо этого, как правило, там, в специальностях есть там сопутствующие какие-то знания, которые ты должен приобрести. Джава – это один из языков программирования. На данный момент, там, один из ведущих в мире языков программирования. Их сейчас таких флагманских есть три. Это Java, C++ и Python. В принципе, выбор всегда остается за человеком. То есть, здесь можно поинтересоваться, опять же, у Google, что на каком языке пишется. То есть, я для себя выбрал, что я хочу писать какие-то большие проекты. Я хочу именно участвовать, работать в команде в этих проектах. И мне интересно делать именно больше логическую часть проекта, нежели зрительную. Да, то есть, любой проект делится на две части всегда. Это зрительная часть, то есть, то, что мы видим, открывая сайт, предложение. Да, это вот именно все называется front-end. И есть так называемый back-end – это то, что пишется логика того, как этот механизм работает внутри. То есть, это как часы. Вот мы видим циферблат, да, и внутри есть целый механизм, там куча винтиков, которые по-определённому вращаются и показывают нам точное время. Вот это примерно так же. Дамы и господа, кот. Знаете, как зовут? Мерседес. Вот что значит, менеджер по продажам завёл себе котов. Вот этот Мерседес, кажется, да, большой, но он так лёгенький, пушистый. Вот они, чёрный – это он. Но сейчас я вам покажу Лексуса. Будьте добры. Друзья, просто, просто, вот эта шайба, это Мэйкун. Сколько ему? Ему год. Год. Мэйкун – это просто тигр. Я на самом деле его боюсь, пипец, потому что, знаешь, он здоровый, реально. Но он, говорят, такой боязливый, сам боится. Лексус говорит, бля, да ну ты. Я реально трюхал. Представляете, он лапой как даст тебе по шее, просто прям бах, вот так вот, короче, упал, блядь. Я думаю, будет отличным моментом, чтобы ты на живую показал, как вообще это кратенько происходит. Вот у тебя компьютер есть, я прошу тебя открыть то, чем ты занимаешься, чтобы ты кратко прокомментировал, что ты делаешь. Итак, первое приложение состоит из трёх частей. Первая, наверное, самая основная часть, где пишутся скрипты, которые как раз мы видим на экране. Эти скрипты пишутся программой, они пишутся не вручную, вручную они дописываются. То есть, там вот различные переменные туда вводятся. И, собственно, для того, чтобы всё это работало, чтобы сменялись пользователи, чтобы скрипт работал не только по одному сценарию, а чтобы был, так называемым, вариативным. То есть, чтобы он мог покупать там, допустим, разные билеты, совершать разные операции. Здесь есть настройка по различным, опять же, параметрам этих скриптов и так далее. Там чистота повторений, количество пользователей и так далее. В принципе, вот этот блок программ, он нужен именно для настройки того, как этот скрипт будет работать в целом. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Вторая программа, в которой мы работаем, это подпрограмма первой, в которой настраиваются как раз-таки шаги, количество пользователей, длина теста, его интенсивность и так далее. То есть, здесь мы именно уже настраиваем не логику скрипта с точки зрения того, что он будет делать, а настраиваем то, с какой частотой и интенсивностью этот скрипт будет работать. То есть, здесь в верхней части видно, что у нас таких скрипта три будут работать. И, в принципе, отсюда мы будем как раз-таки стартовать. Последняя часть, это скрин уже из программы, которая выдает результат, то есть, как раз то, ради чего и производится вся работа. Она выдает статистику, то, как система выдерживает нагрузку, которую мы для нее создали. И отсюда мы уже берем какой-то результат, то есть, понимаем, что система проходит под требования, либо не проходит. Если не проходит, то что нужно улучшить? Там уже нужно смотреть другие графики, где что проседает и давать рекомендации о том, как можно подтянуть эффективность работы этой системы. Расскажи, с чего начинается обучение? Вот ты говоришь, если прийти на собеседование и сказать, что я хочу работать тестировщиком в Ява, тебе говорят, пошел махрен, потому что сразу понимаешь, что ты лошара. Правильно говорить, Джава. Вот когда начинается обучение, что тебе, как человеку с ноля, начинают рассказывать? Слушай, первое, что начинают рассказывать, это, естественно, очень большое количество теории. Многие, как раз таки, кто пытается войти в IT, они как раз таки этого и боятся. Потому что вот это количество теории, оно, во-первых, сложное для понимания вот так вот с нуля. То есть, понять, что такое переменные классы, интерфейсы, методы и так далее. То есть, для человека, который этого не знает, это шок какой-то. И, естественно, в это вникнуть просто не у всех, во-первых, хватает терпения. Потому что, ну, действительно, многие вещи, я заметил в этой сфере, они бывают так, что ты прочитал, не понял. Но ты понял это через две недели, когда ты там уже дальше прошел что-то еще. И у тебя вот это вот знание, оно прямо тебя догнало. То есть, ты такой, а, вот оно что, вот что там было. То есть, и примерно вот так проходит все обучение. То есть, зачастую ты пишешь код, который ты наполовину не понимаешь. Но при этом смотришь, ага, вроде работает. А потом ты там прошел еще там две-три темы, ты догоняешь. А, а вот там же было сзади, вот оно как, оказывается, работало. И почему мы делали именно так. То есть, примерно так. Многие вот этого ощущения боятся, что я не понимаю, что это, я все бросаю, все, это не мое. То есть, и разворачиваются, уходят. Вот. По поводу собеседований. Да. Как правило, если берут людей с нуля, там, с какими-то совсем базовыми знаниями, то есть, ты там купил себе книжку по джаве, да, ее прочитал, там, чему-то научился уже, каким-то базовым вещам. Как правило, во-первых, смотрят в первую очередь на то, какой ты человек. Потому что, помимо знаний, естественно, нужно, чтобы человек был, ну, как минимум, подходил компании. То есть, это чтобы он был не конфликтный и так далее. Да, человека, который будет сидеть на удаленке, ничего не делать, при этом кричать, платите мне зарплату, никто не возьмет на работу. Второй момент. На собеседованиях на всех, как правило, сдают еще какие-то задачки для ума. У человека должен быть логически сложенный ум. То есть, он должен уметь построить хотя бы какой-то простейший алгоритм. Я могу, к примеру, кстати, задать задачу, которую мне давали на этом, на собеседовании. Задача простая, но даже, кстати, я потом посмотрел, есть в гугле, есть два фитиля. Известно, что каждый фитиль горит ровно час, но горит неравномерно. То есть, он может, там, большая часть фитиля сгореть за 10 минут, а меньшая часть, там, гореть остальные 50. У тебя есть коробок спичек, и тебе нужно замерить 45 минут. Что ты сделаешь? Вот примерно так. Вот, ребята, напишите в комментарии ответ на этот вопрос. А ты напишешь мне его, и я через сутки его оставлю. Правильный ответ в закрепленном комментарии. Хорошо. Пишите, друзья, но не подсматривайте в поисковых системах. Просто попробуйте подумать ответ на этот вопрос. Я тоже подумаю и свое мнение напишу. Хорошо. Опять же, очень много сопутствующей теории. Что такое стыки протоколов, какие уровни есть и так далее. Это все просто читается и понимается, как оно работает. И со временем, вот это вот начинает вставать, когда на свои места, ты понимаешь, как работает сайт. Что, допустим, у любого сайта у него есть так называемый режим разработчика. Я понимаю, где коды вот эти все написаны. Где можно посмотреть весь код. Где помимо всего кода можно посмотреть список запросов, из которых, к примеру, я как раз и делаю скрипты в дальнейшем. Лех, расскажи, пожалуйста, твое видение. Вот если в реале человек сейчас сидит и думает, ну хорошо, согласен с тем, что профессия это действительно будущего. В дальнейшем это будет набирать только лишь обороты. Он раньше занимался абсолютно любой другой деятельностью. К разработке никакого отношения не имеет. Нулевой. И вот если он действительно говорит, я хочу, я усидчиваю, я готов изучить новую профессию. Сколько примерно нужно времени, практики, примерно хотя бы, чтобы иметь возможность выйти и начать действительно заработать, где-то работать, чтобы тебе какие-то деньги уже начали платить. И это было не за то, что, как ты сказал сегодня, просто сидит там, ни хрена не делает, а что ты действительно делаешь и уже что-то понимаешь. Зависит, естественно, от количества свободного времени у человека. То есть, к примеру, я когда работал в автобизнесе, свободного времени было катастрофически мало. И, естественно, я учился долго. То есть, я учился прям почти год и я за год даже не весь курс прошел. Но при этом тех знаний, которые я выучил, плюс того, что я доучил, мне хватило на то, чтобы, в принципе, пройти первое собеседование. При этом, ну, как бы, я шел туда на чистом энтузиазме. То есть, я понимал, что у меня там где-то знаний не хватает, я понимал, что есть где-то какие-то пробелы и так далее. Но, как бы, мне вот в этом плане хотелось. И я когда проходил первое собеседование, причем так получилось, наверное, забавно, что я продал машину человеку, с которой мы, в принципе, там в дальнейшем стали общаться. То есть, уже не, там, на тему, как бы автомобиля, в принципе, так, по жизни, так скажем. И, как оказалось, просто он во всей этой теме варится. И он мне просто сказал, он говорит, слушай, ну, попробуй, ну, кинь вакансию. Сейчас очень много компаний набирают именно стажеров. То есть, и даже на, там, известном сайте по поиску работы всем есть очень много вакансий именно стажеров, где тебя, там, ну, практически с нуля, то есть, с базовым уровнем знаний готовы взять, готовы платить тебе зарплату и тебя учить. Потому что недостаток специалистов сейчас большой. И, как бы, естественно, в этом плане компании заинтересованы выращивать своих уже, прям, людей. Есть, я видел уже программы обучения даже не только до начального, до среднего уровня. То есть, грубо говоря, средний уровень, это, ну, так, по зарплате уже очень интересно. Это, как, примерно по рынку свыше 150 тысяч. Вот, как раз, плавный переход у нас к доходам. Значит, я делал публикацию в инстаграме канала. Многие люди, кто работают в IT, они рассказывают одну стандартную историю, про которую ты рассказывал мне лично за кадром, когда мы снимали с тобой сюжет про работу в автобизнесе. На сегодняшний день реально толковых специалистов на рынке мало. А все те, которые есть, они все забиты, они работают в конторах. И, соответственно, сейчас идет битва, битва за спецов. У тебя есть друг, которого выкупили с одной компании, ему дали денег за то, чтобы он перешел, да, из одной компании уволился, ушел в другую. Порядка, там, трехсот, да, вроде тысяч было. И плюс подняли зарплату. Зарплата, там, четыре, или сколько ты говорил, пять тысяч долларов. Ну, примерно. Примерно в месяц, друзья. Вы вдумайтесь, где еще сегодня можно такое встретить? Какая там банковская сфера? Ну, факт в том, что вот так это развивается. Начальные зарплаты, реально, если посмотреть известный сайт, ты говоришь по поиску работы, ххру. Мы с ним работали, мы рекламировали, поэтому, ребята, ххру, классный сайт. Все его знают, ххру, что тут скрывать. Факт в том, что там, если посмотреть, там где-то примерно 120, да, примерно 120 и пошел выше. Ну, на начальный уровень, то есть, в зависимости от профессии, тестировщик, либо разработчик, но это где-то от 80 до 120. Но это реально так, что вот прям 80 тысяч, или это типа пришел 80 тысяч, а потом выясняет, чтобы получить 80 тысяч, нужно 7 дней в неделю работать, проделать вот такой объем работы, или как? Там вообще такого нет. Там у тебя четкий график, после 6 вечера ты можешь вообще не отвечать. Офлайн все. Да, ты офлайн все, ты можешь не отвечать на звонки, то есть, в этом плане, там люди другие. В целом, то есть, они все все понимают. То есть, если ты там не ответил в 18.05 на какое-то сообщение на почте и так далее, тебе, конечно, могут позвонить, дико извиниться и попросить, сказать, слушай, я тебе там скинул на почту такую штуку, я понимаю, что рабочее время закончилось, там сделай, пожалуйста. Могут. Но при этом всем, если тебе, допустим, кинули что-то на почту, ты этого не увидел, тебе никто потом не скажет, что ты там не увидел, я тебе кидал, да ты мог бы задержаться и так далее. Вообще там такого нет. Объясню почему. Потому что, если работодатели будут себя так вести с сотрудниками, которых они нашли, эти сотрудники будут уже работать на следующий день в другой компании. Офигеть. Я просто понимаю к тому, что насколько вы на данном этапе сейчас ценные. Реально, друзья, рынок не заполнен. Это, вы поймите правильно, здесь нет какой-то скрытой такой интеграции профессии, вы сами про это писали. Да, у нас есть спонсор этого выпуска, Skill Factory. Он сажает вас по ссылке писать. Но сама суть того, что если вы начнете изучать, вот Леха, живой человек, ни какой-то там, ни постанова, ни актер, и вы начнете смотреть, все говорят об одном, что вот эта профессия, вот эта IT-тестировщика, она реально востребована на сегодня. Вот скажи, у тебя со скольки до скольки рабочий день? С девяти до шести. То бишь, вот твоя кровать, ты проснулся, во сколько ты встаешь? Ну, мой день обычно начинается в восемь утра, я просыпаюсь, у меня дома сердца уезжает на работу, она как раз таки уезжает на работу где-то без двадцати девять, мы завтракаем, она уезжает, и я сажусь за рабочее место. Настя, привет. Настя, это девушка Алексея, я постоянно говорю, жена, 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 говорит, а все говорят, жена, кроме Алексея, так что Алексею нужно это задуматься. Насть, по существу вопрос. Раньше Леха работал менеджером по продажам. Соответственно, суббота, выходной день, звонок, он вскочил, уехал на работу, потому что клиент захотел забрать машину. У них требования такие, есть клиент хочет, все бросаешь, едешь забирать. Сейчас, как ты говоришь, выходные, наконец-то выходные. Расскажи кратенько твоему мнению, вообще отзыв по нынешней работе Алексея. На самом деле вообще здорово, что Леша наконец-то сменил сферу, я очень этому рада. Во-первых, да, это выходные-выходные, потому что когда он работал в автобизнесе, у нас максимум два дня в месяц совпадали выходные, то есть приходилось как-то постоянно подстраиваться друг под друга. Плюс это были месяцы, когда у него не было вообще ни одного выходного дня, то есть он работал прям даже во выходные, выезжал, а сейчас мы можем чуть больше времени проводить друг с другом, это здорово. А ты работаешь 5-2, у тебя график? Да. Ты чем занимаешься? Я работаю офис-менеджером в инвестиционной компании. Вопрос, глядя на него, нет мысли тоже обучиться? Вот у вас с одной стороны стоит стол, он сидит, а ты будешь, короче, с другой стороны сидеть, вы встали, позавтракали, сели по разному, ну я серьезно спрошу, по разным углам, отработали, и оба там вот так же можете улетать куда-нибудь. Сейчас-то тебя работа держит здесь условно, а его ничего не держит, он работает. На самом деле нет, потому что мне не очень подходит вариант удаленной работы, я неэффективный сотрудник в удаленке, поэтому и условия, которые мне предлагает наша компания, это потрясающие условия, и я даже не знаю, мы планируем там когда-нибудь, может, в Питер вернуться, каждый раз разговариваем о том, а как же мы будем возвращаться, как же уйти мне с этой работы. Дорога до работы из дома, вот ты утром вышла, без 29, сколько тебе нужно времени, чтобы доехать до работы? Час 20. Час 20, то есть у тебя работа непосредственно где-то в Москве, какая станция метро? Повелецкая. А, ну, практически центр, можно сказать. В любом случае, тебе спасибо большое, я думаю, позицию девушки, супруги, Лех, вы услышали. Стоп. И получается, с 9 утра до 6 ты работаешь, после чего компьютер выключается, и у тебя свободное время. Да. Ну, и как ты свободное время проводишь? По-разному. Ну, бывает, куда-то ездим, опять же, я по вечерам ездим в зал, бывает, ездим куда-то гулять, бывает, в PlayStation сидим, режемся, и все, то есть, ну, по-разному в этом плане. А получается так, что у тебя 5-2 рабочий день? 5-2. И это как бы твое место, где ты сейчас работаешь, это первое место твоей работы, вот в этой сфере. Да. И сколько у тебя, это, ну, не коммерческая тайна, сколько у тебя зарплата? Это коммерческая тайна. Как правильно ответить на этот вопрос, чтобы человеку можно было понимать, там, допустим, среднюю какую-то цифру, от и до... На подобные должности в большинстве компаний в среднем зарплата будет варьироваться где-то, ну, от, там, 70 до 100 тысяч рублей. В этом диапазоне. Да. Это потому, что самая начальная ступень. Это если вот именно прям, то есть, есть как, человек приходит, стажер, его учат, вот пока его учат, ему еще платят деньги. То есть, его бесплатно учат, и ему еще платят деньги. На секундочку напомню, такое как бы бывает сейчас, и это очень распространено. И второй момент, вот ему платят деньги, ну, там, по-разному. В каких компаниях, где-то от полтинника до 70, плюс-минус, где-то, я видел, и по 90 платят разработчикам. Ну, тем не менее, я просто не знаю, насколько это правда. Понятное дело, что, как бы, там, на известном сайте, на хэ-хэ.ру мы видим все одно, да. А, как бы, как оно будет на самом деле, я, честно, там не был, поэтому гарантировать не могу. Ну, то, что я вижу, по крайней мере, по рынку. Ну, то есть, такое есть. Хорошо. Когда ты прокачался, прокачал свой скилл, стал круче, там, годик-два прошло, ориентировочно, вот, уже такой хороший уровень, когда ты не прям крутой, но ты уже, как бы, понимаешь, шаришь, ты уже не начальный уровень. Сколько примерно зарплата может быть, вот, если бы на сегодняшний день так смотреть? Если на сегодняшний день, давай я расскажу несколько, немножко с другой стороны, но я отвечу на твой вопрос. Во-первых, в IT-сфере есть такая очень интересная штука, что где-то в разных компаниях по-разному, где-то раз в три месяца, либо раз в полгода ты можешь прийти к начальнику и сказать, я научился делать это, 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 я хочу больше денег. И это нормально в этих компаниях, то есть, они понимают, что у них человек пока работал, он прокачался, и он хочет за свои навыки, которые он улучшил, хочет получать, ну, зарплату с размерным навыком, да, то есть, навык поднялся, а зарплата не поднялась, это неправильно. И при этом они не говорят, что, слушай, ты этому обучался у нас, когда ты был стажером, мы тебе платили, ну, типа, условно, мы тебя этому научили, ты нам еще там должен спасибо сказать и денег заплатить, то есть, ты им можешь сказать, что, ребята, давайте денег больше, и они идут на это. Тут другой вопрос, тебе другая компания предложит на полтинник больше. Конкуренция, короче. Просто, да, просто нам на 50 тысяч больше предложат, и все. Бывает даже такое, что люди приходят, говорят, мне вот, ну, к своему работодателю, говорят, мне другая компания предложила зарплату на 50 тысяч больше. Они говорят, хорошо, мы тебе поднимем на 60, оставайся у нас. А договор какой-то подписываешь, чтобы ты, блядь, так каждый месяц не приходил, не говорил. Не, ну, здесь, понятно, просто в IT так не будут люди делать, там люди довольно-таки приличные, я скажу. Ну, есть, конечно, наверное, кадры, но, тем не менее, большинство людей, которых я знаю, с этой сферы, они, как бы, во-первых, очень спокойный народ, во-вторых, они ни в коем случае не будут так делать, даже я не буду так делать, хотя я, как бы, до этого работал в торговле, я торгаш тот еще, но я понимаю, что это некрасиво, как минимум. Есть три уровня специалистов в IT, они называются джуниор, мидл и сеньор. Это группы начальный, средний и высший уровень. Джуны получают в среднем, ну, примерно по 100 тысяч рублей на уровне. В среднем, да. Мидлы получают в среднем, это где-то 160-180-200, может быть, чуть-чуть с плюсом. Ну, и сеньоры получают уже там 250-300, примерно так. А есть? Это именно из того, что, как бы, я анализировал рынок по именно тестированию. Разработчики получают больше. Ну, а так есть те, кто там, не знаю, полмиллиона, миллион получают? Если ты знаешь два языка программирования, к примеру, Java и JavaScript, то примерный рынок будет по твоей специальности 580 где-то и выше. Ты хочешь знать? Я просто доучить бы Java именно до уровня прям сеньора, а потом уже думать с точки зрения второго языка. Слушай, твое мнение по поводу вот этого всего развития. Я вижу это лично так, что на сегодняшний день зайти, обучиться и зарабатывать можно. Через 5 лет, когда будет так, что не работодатель ищет вас, а вы уже приходите, у вас 20 человек сидит в комнате типа из серии. И мы все айтишники, мы все готовы. Уже будет от обратного. Уже будут говорить, так, сотка. Ребята, кто будет за 60 работать? Я там. И останется те, кто за 30-ку из дома на удаленке, потому что на трех работах они с 9 до 6, а с 7 утра до 7 вечера. Ну, короче, больше гораздо будут работать. Я думаю, что это будет в дальнейшем так. Твое мнение? Слушай, я не думаю, что в ближайшие даже 20-30 лет так будет. Объясню почему. Потому что помимо того, что растет количество специалистов в этой сфере, растет и технологичность того, как это делают. То есть люди, которые сейчас, грубо говоря, как высшее звено, которые сеньоры, через 5 лет они уже будут, дай бог, медлами. Ну, по меркам того времени. Естественно, им нужно будет доучиваться. И те, кто сейчас начали, они сейчас научатся такие, мы вот сеньоры. Но вопрос в том, что опять же, через 5 лет их уже даже на медла может быть. Короче, постоянно развитие таким образом, что нужно постоянно учить. Сами технологии еще растут, да. Нужно постоянно, естественно, учиться. Опять же, выходят там всевозможные обновления языков, там всевозможные патчноуты и так далее. Все это нужно доучивать, понимать, как оно работает, как это можно эффективно применять. То есть то, о чем ты говорил, что за новичками сейчас нужно переделывать. Сейчас программирование борется больше за то, чтобы твой код, твоя программа, она была не только написана и работала правильно. Чтобы она эффективно использовала ресурсы машины, на которой она работает. То есть, а вот это уже, это несколько другой уровень. Там написать 2 плюс 2 сложить, это, понятное дело, просто. А как сделать так, чтобы эти 2 плюс 2 складывались и тратили максимально меньше оперативки, вот это уже другой уровень. И, естественно, будут цениться больше специалисты, которые более высшего уровня и умеют делать это более лучше. То есть ты, к примеру, приложение любого банка открываешь у себя в телефоне, вот оно грузится вот так вот. И это говорит о том, что вот как раз-таки люди, они грамотно оптимизировали это приложение, в это было вбухано очень много денег. Потому что, ну, в среднем приложение банка стоит полумиллиарда до миллиарда рублей, примерно так. Вот Сбербанк, например. Примерно так. Полумиллиарда, миллиард. Примерно. А просто, например, какое-то приложение, вот, допустим, человек занимается бизнесом, ну, там, не знаю, магазинчик у него, салон красоты. И он хочет сделать так, чтобы можно было зайти, записаться, там, прайс посмотреть, живые работы, еще что-то. Ну, такое, как бы, вот, под малый бизнес. Вот у тебя в доме там есть разный магазин. Как думаешь, плюс-минус, сколько это может такое стоить? Несколько миллионов. Несколько миллионов? За 1100-1200 что могу получить? Я тебе сотку даю, говорю, ну, Клёх, блядь, давай, надо что-то придумать, блин. Я вот тачками занимаюсь, подбором новых автомобилей. У тебя на черном фоне будет писаться просто сверху Дмитрия Машкова. За сотку. Не, ну, не так, конечно, но, понятное дело, что... Телефон. Короче, тебе я все вопросам звоню. Подходя к завершению, вот тебе поначалу вот сейчас погружаешься, работа нравится? Или все-таки это, знаешь, какая-то нудятина? Раньше ты с людьми общался, ходил там, коллеги, кого-то видел там, поздоровался, приехал, ехал. Ну, какая-то, знаешь, движуха какая-то, вот, как вот, живой мир. Сейчас ты с кровати встал, позавтракал, жена у тебя ушла, девушка у тебя ушла на работу, и ты садишься просто за компьютер. И вот ты здесь целый день сидишь, и потом вот через, как сказать, через метр ложишься спать. Вот это пока как бы не грузит. Как ты думаешь, это вообще в дальнейшем будет тебя напрягать? Слушай, я не знаю, как это будет напрягать в дальнейшем. В любом случае, у меня есть офис. Если что, как бы никто не запрещает мне ездить туда. Просто второй момент, мне, честно, жалко просто времени. Я адекватно понимаю, что в офис обратно, ну, как бы это лишних 2 часа в день убитых. Просто я считаю, как, 2 часа убитых в день за, там, 20 рабочих дней в месяц, это сколько? 40 часов? Из жизни на дорогу. 40 часов, двое суток практически, да, я проведу просто за рулем автомобиля по пути в офис. Мне кажется, я это время лучше потрачу как-то, опять же, там, может, на свое обучение, там, в зал съезжу. Погулять схожу, там, не знаю, в магазин нам съездить нужно будет сегодня. Ну, то есть, на какие-то свои нужды, которые, как бы, хочется просто поделать и все. Меня брали на собеседование. Я, как, прошел собеседование, сдал тестовое задание. Мне позвонили через 2 часа уже сразу руководитель, со мной пообщались. И еще через 2 часа у меня уже был оффер, приложение о работе на почте. Я когда спросил, ну, как бы, у руководителя, я говорю, слушайте, а почему так быстро? Я говорю, ну, я говорю, прям, вот так вот, все, раз, все, давай, беги, работай. И мне на это ответили. Они говорят, ты знаешь, бывает такое, что ты проводишь с человеком собеседование, понимая, что да, у него есть все качества для того, чтобы работать в этой сфере. Он там дотошный и все, вот он докопается до всего, что ему нужно будет. Его надо точно брать. Ты ему звонишь через, там, день, через 2, там, вы взяли, там, паузу, обсудить. А он в Яндексе работает. Охренеть. Ну, как бы, вот такая штука. Он говорит, такое у нас было несколько раз, поэтому мы, говорит, предложение о работе, что вот, алло, есть такой специалист, берем, не берем, все, берем, ага, окей, сразу. Потому что, не дай бог, уйдет. Я вот послушал Алексея и просто понял одно, что на сегодняшний день все это звучит, как какая-то сказка. Вот когда-то мне рассказывали родители о том, что в Советском Союзе, в их молодость, отучившись в институте, в техникуме, тебя направляли на работу, тебе сразу давали, где ты будешь трудиться, где ты будешь зарабатывать, жильем помогали. На сегодняшний день люди вот в реалиях бьются за работу, постоянно что-то ищут и найти очень тяжело, какие-то размытые требования с тебя, тебе обещают одно, на деле совсем другое. Здесь же, послушав его, когда тебе дают возможность обучиться, при этом тебе еще платят, тебя официально трудоустраивают, у тебя есть четкий рабочий день, кажется такое, что вот куда нужно идти. Друзья, подчеркиваю, мы снимаем сюжеты. Я никого из вас там не призываю, все бросьте, все становитесь те или эти специалистами. Делайте взвешенные решения, обучайтесь, думайте. На мой взгляд, на сегодня, идти 5 лет учиться в университете, к примеру, подчеркиваю, просто к примеру, обучиться той профессии, которая через 5 лет уже станет не так востребована, такое бывает, я таких людей знаю. Соответственно, здесь ты обучаешься год-два, к примеру, и ты уже начинаешь зарабатывать реальные деньги. Кто хорошо может залететь в IT? Ну, молодежь, кому там 16-17 лет, кто шарит в компах, в телефонах, именно шарит не вот это, там, ТикТок умею открыть и клип смонтировать с эффектами, а кто действительно разбирается. Потому что я вот, например, в силу того, что никогда в это не погружался, сижу, смотрю на цифры, думаю, что это пипец как сложно. С другой же стороны, полно людей, кто вот просто с ноля действительно обучается и потихоньку-потихоньку начинает развиваться и зарабатывать. Так самое главное, что мы снимаем люди из регионов и идут в Москву. Зачем? Не нужна им эта Москва, им деньги нужны, им работа нужна. Они хотят жить, содержать там свою семью, родителей, жену, ребенка. Вот чего хотят. А здесь ты, получается, можешь взять вот этот компьютер, улететь за 3-9 земель в Таиланд, лишь бы у тебя был интернет хороший. И ты сидишь, работаешь. Вот это отчасти хочется сказать то, что это свобода. С другой стороны, не забывайте, с 9 до 6 ты должен быть вот за компьютером, чтобы ты выполнял свои рабочие требования. Но это нормально, когда 5-2. Поэтому делайте выводы. Я надеюсь, этот сюжет был полезен, что мы его так вот разобрали простыми словами, что вот суть осталась ясна. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда я выкладываю свежие новости. Пишите ваше мнение в комментарии, развернутое мнение, если вы занимаетесь в подобной сфере, как это, правда, неправда, что Леха там наврал, чего он не досказал. Пишите, все комментарии открыты. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok